Сельские территории должны развиваться ускоренно и комплексно. Как решать эти задачи, сегодня обсуждали в Батаревском районе. В муниципалитете с рабочим визитом побывал временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Шигарданы продолжают расширять свои границы. На западной окраине самого большого села республики за последние годы вырос целый новый микрорайон. Для большинства его жителей, исповедующих ислам, здесь возвели мечеть, 19-ю в муниципалитете. Реализуя проекты комплексной и компактной застройки, за счет бюджета к домам подводят дороги, тротуары и инженерные сети. Построили здесь автомобильные дороги, протяженностью 4 километра, в общей смертной сумме 56 миллионов и наружные сети водоснабжения. На сегодняшний день из 162 домов, которые предназначены для индивидуального жильестроительства, построены 62. Построены еще не введены в эксплуатацию 26 домов. Начали строительство 38 домов. В Батревском районе активно развивается сфера малого бизнеса. Этот мясоперерабатывающий цех был создан за счет грантов. Здесь производят халяльные продукты. Пельмени жениха. Мясо используем в канинах. Это у нас тутерма, как колбаса идет. Крупно нарежем мясо, туда добавляем сфетий, вот эти соль, перец, мед, чеснок. Канина, как самое чистое мясо считается. Ну и вкусное тоже. Это покупаем частное мясо, то есть домашнее. Не фермерское, а из подсобных хозяев. Ну в дальнейшем планируем свою, то есть каниферму организовать. Задача потребительского кооператива – нарастить объемы выпуска и наладить поставки за пределы республики. Заявки о торговых сетей уже поступают. Перед производителями экологически чистой продукции открываются большие перспективы, отметил временно исполняющий обязанности главы региона. Мы со стороны государства однозначно будем помогать вот такого рода предпринимателям продвигать свою продукцию, в том числе через создание возможностей своих собственных фирменных магазинов. Уже задание такое поставлено. Мы, ну так называемый покупать чувашки, это уже давно присуществует. Мы посмотрим еще, что еще сделать таким образом. Тем более мы уже соответствующие переговоры провели с X5 Retail Group, который в принципе готов определенным образом пересмотреть свои подходы, раскладки нашей продукции на своих полках. Переработка молока тоже становится выгодным бизнесом. В Шагарданском потребительском кооперативе наладили производство сливочного масла. Подобные проекты в Рио главы республики предложил тиражировать и в других муниципалитетах. – Можем организовать дополнительные производственные площадки. Ну, допустим, просто это будет необходимо. Допустим, может здесь молока столько нету, да, там просто невозможно будет обеспечить. Ну, козье молоко – это специфика же. Все этим не будут заниматься. Но при этом есть козья фирма в Маргаушском районе, есть в других районах, правильно? Мы автоматически можем это дело организовать и нацелить на то, либо действующий производство, они есть уже по производству козьих сыров, либо организовать новое производство. и тем самым обеспечить вот эту потребность, сбытовую потребность, которая уже организована. Пришли к этому заводу, будем стремиться еще расти, еще строить новые цеха, производственные мощности, увеличивать объемы. Эффективно работающий бизнес и комплексное освоение земельных участков – прямой путь к ускоренному развитию села. Качество жизни за чертой городов должно измениться кардинально. На это нацелены федеральные проекты. Для многих из нас с вами устойчивое развитие сельских территорий, мы привыкли с вами называть Уэллиста, это просто стройки жилья, социальных объектов в районах. Если же обратиться к федеральному закону о сельском хозяйстве, то фактически устойчивое развитие сельских территорий – это главная задача каждого министерства и, конечно, глав муниципалитета, включая и сельские поселения. Так как законодательство определяет это понятие как стабильное социально-экономическое развитие каждой территории по всем направлениям жизни людей. В каждом сельском поселении необходимо сформировать так называемые опорные пункты, которые будут выполнять роль центров социально-культурного и торгово-бытового обслуживания жителей с одновременным созданием во всех населенных пунктов условий социального комфорта. Районам, как воздух, необходимы инвесторы. Частично затраты предпринимателям готовы субсидировать из бюджета. Но пока количество проектов, поступающих в федеральные ведомства, можно по пальцам пересчитать. Здесь многое зависит от местных властей, отметил председатель комитета Госдумы России. Причем сложилась очень хорошая ситуация, когда деньги есть в федеральном бюджете, в министерствах. Я с Федором Николаем Васильевичем много обсуждал ситуацию. Он размахивал руками, разводил руками и говорил, что вот такие возможности, к сожалению, не используются. В том числе и поление митселькоза. Нам действительно хотелось бы, я лично хочу, и Олег Алексеевич этого хочет, чтобы село стало ничем не отличаться от города. Новым ориентиром для муниципалитетов станет стратегия развития республики, которую сейчас готовят члены Высшего экономического совета. Уже в этом году у каждого муниципалитета должна появиться своя программа комплексного развития сельских территорий. Эти документы будут гарантировать получение субсидий из бюджета. Ключевая задача в этой работе создать комфортные условия жизни для тех, кто проживает за чертой городов. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова